Детское радио представляет Книга времён История Руси Русь при Иване Грозном Времят перекликаются колокола Так же гулка, как и четырнадцать лет назад Когда умер князь Василий Третий Оставив свой московский престол Трёхлетнему наследнику царевичу Ивану А как исполнилось Ивану Васильевичу шестнадцать лет Крепко ухватил он державу со скипетром Не князем по старинке Царём решил стать самодержцем Чтобы и бояре были слугами его Морозным январским днём 1547 года Его короновали в Успенском соборе Московского Кремля Введение государственных дел юный царь доверил своим приближённым князьям и боярам Это новое правительство позднее князь Андрей Курбский назвал избранной радой А в конце февраля 1549 года царь объявил собор примирения Позвав в свой дворец бояр, дворян и священнослужителей Участники этого первого в истории России земского собора Услышали от монарха о том, что многое в государстве Одны не будет по-новому Суды станут справедливыми В делах управления порядок будет А главное, появится у страны постоянная сильная армия Полно мать горевать Надо сына собирать Рост тебе молодец Будет царский стрелец Матушке разлука А сынку наука Строй держать Пищаль заряжать Русскую державу защищать Берега Великой реки Волги Были усланы осколками грозной некогда Золотой Орды Казанское ханство Астраханское Это были недобрые соседи То и дело от их набегов страдали русские селения С появлением у страны сильной армии Все должно было измениться Как на Волжских берегах Все поля в хлебах Знать сулила судьба Жизнь сытую Только вышла она Разбитую Лютый враг пришел Разорил дома Братья в плен увел Город сжег дотла У тебя ж, государь Тысячи стрельцов На Казанский Улуз Ты пошли бойцов Осенью 1551 года После двухмесячной осады Стрелецкие полки Штурмом взяли Казань Через четыре года Ее судьбу разделила Астрахань Границы российского царства Пролегли по Уральским горам Крепло государство Мужал царь И все больше тяготился он советами Избранной рады В бывших приближенных и доверенных сторонниках Стал он видеть изменников и врагов В декабре 1564 года царь с семейством Неожиданно уехал из столицы в Александровскую Слободу К нему отправилась делегация бояр с просьбой о возвращении Царь обещал вернуться с условием Что в стране будет установлен новый порядок Который позже получил название Опричнина От старого русского слова Оприч Кроме Так, кроме просто русских земель В стране появились еще и царские Получив свое владение часть Москвы Вязьму, Можайск, Вологду, Кострому И другие города и земли Царь учредил Опричное войско Опричники по его замыслу и слову Должны были грызть царских врагов И выметать из государства измену В знак этого Они прикрепляли у седла лошади Голову собаки и метлу Страшен был вид опричников Страшны и дела их Получив почти неограниченную власть Многие из них использовали ее лишь Для собственного обогащения Они грабили, притесняли И разоряли людей именем царя Которого в народе стали с той поры Все чаще называть грозным У прохожего спроси Подтвердит, коли не смолчит Грозен царь Иоанн на Руси Но опричники его палачи И ведь нету на них суда Будто бесы летят в ночи Может мимо летят Не к нам Тихо, тихо Замри, молчи Загремели за совы крик На боярском дворе погром Отракли, седой ли старик Не трясись над своим добром У резных твоих теремов У перин да у жемчугов Скоро будут хозяева новые Собачьи головые Эпоха, начавшаяся светло и ярко Заканчивалась трагически В 1584 году царь умер Книга времен История Руси Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok